О них мало знают, но их значение в жизни общества очень велико. Сегодня во всем мире отмечается День социальной работы. Соцработники помогают пожилым и одиноким людям, инвалидам и тем, кто в силу обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации. Героиня нашего следующего сюжета Шахрузат Берцинаева обслуживает до 12 подопечных. Алина Багилова пообщалась с представительницей благородной профессии. Работник социальной службы Шахрузат Берцинаева одна из немногих, кто часто посещает дома одиноких пенсионеров, нуждающихся в особом внимании. У Хабсата она частый гость, приходит 2-3 раза в неделю, постоянно бывает с ней на связи. Дети и внуки женщину навещают, но у каждого свои повседневные дела и заботы. А муж умер молодым, поэтому социальный работник для бабушки Хабсат почти как член семьи. И продукты принесет, и про здоровье спросит, и чай выпьет, с удовольствием побеседует и выслушает. С каждой из них есть свои болячки, есть свои проблемы. Конечно, когда приходим, мы стараемся как-то морально их поддержать. Стараемся делать так, чтобы им было более комфортно с нами. Работать в социальную службу Шахрузат пришла 4 года назад. Всего она обслуживает 12 подопечных. И каждому надо что-то купить, оплатить, помочь поменять лампочку, сделать уборку, приготовить, кушать. К тому же для большинства из них она практически единственный собеседник. Пилососит, вытирает поле. Когда что нужно, она в магазине покупает мне. Она хорошая, очень хорошая, довольная очень. Она всегда приходит, всегда помогает. Я довольная очень. Спасибо государству, что такие люди дают ухаживать за старушками. У каждого из них своя проблема, своя боль. Зачастую приходится делать и для стариковой то, что не входит в так называемый перечень услуг. Главное иметь доброе сердце и способность сострадать. Она и стихи может сочинять. Спасибо. Говорить, петь, да. У нее есть такие таланты. Вот, кстати. Очень любит чистоту. Бабушка делится, что скучать не приходится. Хапсат в свободное время и книги читает, и даже стихи пишет на своем родном языке. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.